Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня в своем видео хочу поделиться с вами еще одной достопримечательностью Северного Кавказа, Эльбрусом. Так что мы сейчас с мужем выдвигаемся и держим путь в сторону Перельбрусия. Ораи да, ораи да, ораи да, ораи да. Ораи да, ораи да, ораи да, ораи да. Мы въезжаем в город Тернаус. И если вы решите посетить Перельбрусия, то вы обязательно будете проезжать через этот город. Несколько слов о нем. Город расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря в Баксанском ущелье. И приближаясь к городу, можно заметить на верхних этажах домов пустые окна. Также здания с пустыми окнами. Конечно, так было не всегда. Но в 2000 году по ущелью, где расположен этот город, спустилось несколько силевых потоков, которые принесли страшные разрушения этому городу. И, конечно же, не обошлось без жертв. Также еще город славился своим вольфрамом-мелибденовым комбинатом, который также пострадал от стихии и на данный момент не функционирует. Но, несмотря на это, город, конечно же, пытается жить дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кстати, еще очень многие туристы снимают квартиру в этом городе, в Тернауде, потому что здесь намного дешевле. И потом уже на машине доезжают до Прильбрусия, поднимаются на Эльбрус, и так намного дешевле выходит, потому что цены, конечно, в Прильбрусии кусаются на гостиницы, на гостевые дома. Но нам сказали, что в этом году машину придется оставлять где-то в стороне. Въезд в само Прильбрусии запрещен, придется идти пешком. Это делается для того, чтобы не было большого скопления машин. Не знаю, правда ли нет, сейчас мы это проверим. Здесь авария. Вот это больше всего я не люблю. Бедные люди, которые... Да уж, будьте внимательны и бдительны на дорогах. Продолжение следует... Начали уже появляться гостевые домики, гостиницы, мини-гостиницы, мини-отели, где можно остановить туристам. Мега-коровы, да? Ох, аккуратно. Войны деревьев. Я как те эти в анекдоте Чукчи, что вижу, то и говорю. Минус четыре сейчас градуса здесь. Очень-очень много машин, много с номерами других регионов. Видать, все на зимние каникулы рубанули сюда. Но в том году было очень много людей. Посмотрим, как в этом году. В общем, стоянка. Все машины почти загоняют на эту стоянку. И чтобы уже на автобусе остальных подняли наверх. Сейчас посмотрим, пропустят нас или тоже на автобусе. В общем, никого туда не пускают. Машины все оставляют почти здесь. И на автобусе всех будут поднимать наверх, к поляне. Здесь мало машин. Где остальные все машины? Здесь все. Мало туристы. В общем, мы на стоянке. Здесь машина. Автобус. Красота. В общем, нам сказали, что даже скорая не может туда проехать. Потому что реально очень большой поток людей. Большой поток машин. В общем, мы идем к этому автобусу. Чтобы нас поднял к поляне. Муж говорит, может, не поедем. Я говорю, мы такой путь проделали. Давай уже поехали. Сейчас будет квест на автобусе. Автобус уехал. А сколько ждать нам следующий автобус неизвестно. В общем, стоим, ждем и море погоды. Рассказываю обстановку. В общем, машины загоняют на такую стоянку бесплатную. Километров семь от Эльбруса. И потом маршрутки автобусы поднимают наверх. В общем, мы ехали в маршрутке полустоя. Потому что людей много. Маршруток немного. И не так часто они ходят. Вот сейчас нас высадили. И мы идем пешком до Канадки. Где-то сказали подниматься метров 200-300. Точно не знаю. Сейчас поднимемся. Скажу, сколько пешком шли. Людей очень много. Пробки. И это первый раз в этом году так, что машины не пускают наверх. Ну, половина пускают. Видать, у кого жилье наверху. Кто снял номера, гостиницы, отели. А мы идем пешком. Выглядит. Какие-то машины пропускают, какие-то нет. Остальные идут пешком. Не доходя до Эльбруса, можно покататься. Здесь. На таблетках, на санках. Мы идем дальше. Здесь не каждый год так будет. Обычно на машине мы заезжали прямо сюда. Где-то вот здесь, возле этого отеля. Ставили машину, оставляли. Здесь вот такие есть гостевые домики. Также здесь можно приобрести уже сноуборды, лыжи на прокат. Даже, насколько я знаю, снаряжение зимнее тоже можно для катания приобрести. В общем, чтобы не тащить свое, здесь все это можно приобрести. В среднем в том году мы спрашивали. Цена лыж, по-моему... А, нет, сноуборды мы спрашивали. 500 рублей где-то. 500-600. Цена стоянки. Так, здесь сувенирчики здесь, как и на Чегемских водопадах. Можно приобрести. А ты знаешь, если она читает? Так, здесь сувениры. Можно попить кофе мини. Такие кофейни тоже есть. Прокат здесь. Масок, перчаток, ботинок. В общем, все, что угодно. Вот такой отель. В общем, можете приезжать без снаряжения, оборудования. Все можно приобрести на месте. Очень-очень большое скопление людей. Всем по-фигу. Все забыли про коронавирус. Идем наверх. Здесь тоже прокаты. Очень-очень много прокатов. Мы не будем кататься, так как кататься мы не умеем. Мы поднялись на поляну. Канатная дорога. Также здесь есть вот такая канатка. Это для тех, кто совершает спуск. Видите, да, сколько людей. Очень-очень много. Сама канатка. Сейчас будем пытаться приобрести билет. Также здесь вот такие кафешки, где можно посидеть, покушать вкусно. Я думаю, мы туда попадем. Слушай, по кухне или продаже билетов с РУП, вы нарушаете правила пользования услугами акционерного общества Курот Эльбрус. Поэтому, внимание, оцеплено... Девушка, а очередь отсюда или откидом? Кто последний в кассу? За мной. Занимаем очередь. Это цены на билеты, на подъем. Самая последняя станция Горобаши. Это конечная. Подъем до нее стоит 2,2 на 1 человек. Ну, вкус, кстати, не бесплатный. Здесь работает очень много касс. Так что можно быстро купить билеты. Вот такие два пропускных билетика. Пластиковые карты. 2,200 на 1 человека. И при спуске карту возвращаешь 100 рублей и возвращаешь назад. В общем, нам 200 рублей должны будет возьмутся за 2 карты. Так, переснимаю. Нам обошлись... Я сейчас посмотрела, я по карте оплачивала. 3,200 они нам обошлись. Потому что мы просто погулять, не кататься. Поэтому, наверное, дешевле, я так думаю. В общем, 3,200. Почему там было 2,200 за 1? Мы поднимаемся. Да. В общем, подъем на канатке работает до 4, спуск до 5 вечера. Можно спуститься. Порядочный билет. Телеги. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это столько людей, чтобы дальше подняться, на второй подъем, на вторую точку Мы приехали только на первую Муж уже паникует, говорит, я не хочу наверх, потому что реально очень много людей Мы пока остановились здесь, на первой точке Так, сходим, посмотрим, что здесь есть Здесь катаются, нужно быть очень аккуратным В общем, здесь очень опасно У нас здесь очень много катаются Так, мы хотим дойти, здесь есть такая окраина, поснимать там чуть-чуть По-моему, мы в том году здесь тоже были Куда? На следующей? А здесь мы не были? Ну, пошли тогда наверх В общем, мы решили подняться еще Ну, конечно, да Людей очень много Это всегда Так Будем подниматься выше Пробираться сквозь вот эту столбу Мы приехали на станцию Мир Здесь также есть вот такая мини-канавка Которая поднимает катающихся наверх Потом они совершают спуск Хотим посмотреть, заснять красивые виды Здесь очень красиво Но нам предстоит еще один подъем Еще выше Кстати, каждый подъем Чем выше мы поднимаемся Тем больше закладывает уши Дышится пока хорошо Идем сейчас сюда на окраину Посмотрим Снимем красивый вид Также здесь очень много кафешек Можно посидеть, перекусить Людей намного больше, чем в том году И каждый человек в маске Ну, вы поняли, да? Ни одного человека в маске есть А теперь посмотрите, какую красоту Сейчас я вам покажу После станции Мир Мы начали подъем на третью станцию Горобаши На высоту 3847 метров Эльбрус На этой точке мне было еще ни разу В общем, это самая последняя точка Называется Горобаши Высота ее 3847 метров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы хотим зайти вот в это кафе Балкария Перекусить Но я думаю, что там сейчас очень много людей Мест свободных не будет В общем, в кафе нам этом покушать не удалось Мы туда зашли и вышли Полностью все переполнено Мы решили поехать вниз Спуститься И уже покушать там Потому что здесь вариантов нет совсем Свободных мест нет Так что если вдруг есть желание И посетить эти места Вас смогут прокатить Для 2000 рублей Вот на таком скутере Ой, на таком снегоходе верни Мы спускаемся вниз И спуститься намного легче Потому что людей меньше В основном поднимается наверх Очень много лыжников Сноубордистов И они, соответственно, все спускаются своим ходом И поэтому на канатке проще спуститься Очередей нету Людей нету Пусто Мы вообще сейчас в кабинке вдвоем с мужем А вот подняться Да, придется постоять в очереди Вот Покушать вариантов нету Я имею в виду вверху в кафешках Потому что они полностью все забиты И мы спускаемся в самый низ Там больше кафешек Больше выбора И я думаю, там будет больше свободных мест Чем наверху Вообще советую в новогодние праздничные дни На каникулы сюда не ездить Да, потому что очень много людей Со всей России сюда, наверное, съезжают Да и не только с России Но несмотря на то, что границы сейчас закрыты Мне кажется, все равно много приезжих Вот И мы уже пожалели, что мы приехали В эти праздничные выходные Нужно было приехать в другой день Но что сделано, то сделано Так что мы спускаемся и будем кушать Мне кажется, я сейчас съела бы медведя Потому что я очень голодная Очень хочу кушать Муж говорит, у него вообще, по-моему, кислородное голодание Потому что мы поднялись на высоту 3800 метров И реально сильно закладывала уши Дышалось нормально, кстати Едем дальше Вот все, кто поднимаются, они съезжают Здесь несколько трасс Можно съезжать по нескольким трассам Очень много лыжников Очень много сноубордистов Я мужу говорю, что мне кажется Все умеют кататься, кроме нас с тобой Потому что реально В основном все были в снаряжении С лыжами В общем, все катаются Мы как белые вороны Нет, много туристов, которые просто поднимаются Смотрят Не обязательно уметь кататься Но мы не умеем Кстати, в кабинках ограждения Вот эти пластиковые Я по ним стучу Они все исцарапанные Все абсолютно поцарапанные Наверное, я думаю, вы это видите Не знаю, с чем это связано Не думаю, что это люди царапают Но не поцарапанные Интересно наблюдать за лыжниками Сноубордистами Круто Уметь, конечно, кататься Но муж сказал Я говорю, мы не умеем Он говорит, ну И не надо Что-то мы умеем другого Мы спустились еще ниже Здесь есть вот такой отель-кафе Где также можно посидеть, отдохнуть Что хочу сказать Людей не убавляется Наверх поднимается очень много народу Вниз, соответственно, почти никого Мы идем дальше Уже спускаясь вниз Я обратила внимание Что на поляне появилась Вот такая лента-подъемник В том году я не видела ее Или просто не обратила внимания Но я считаю, это очень хороший вариант Облегчает подъем лыжником Также внизу Было очень много Сувениров Которые можно было приобрести Абсолютно разные Вплоть до магнитиков Кружечек, статуэточек Я ничего себе не приобретала В этот раз Кроме меховых тапочек Также есть еще старая канатка Подъем на которой намного дешевле Он стоит 600 рублей Но до самого верха Она не доезжает По-моему, если я не ошибаюсь Только до первой станции Во второе кафе мы зашли Мест нету Внизу Идем в третьем Вообще не вариант Внизу, как и наверху Очень было тяжело найти кафе Где были свободные места Но мы такое нашли Меню этого кафе вы сейчас видите Видите цены Какие в этих кафешках Ну, приблизительно, наверное, во всех одинаковые Я заказала себе шорпу Так как я замерзла И мне хотелось покушать горяченького Заказала салат себе С семгой, с авокадо, из капусты И два хичина с мясом И с творогом и зеленью Муж ничего не кушал Он, как всегда, у меня на круглосуточной диете Залезли в автобус И едем сейчас на стоянку Где наша машина В общем, автобус полный И в этом году жесть Нас довез до стоянки На этом наше небольшое путешествие заканчивается Спасибо, что были вместе с нами Пишите комментарии Мне будет очень интересно почитать До новых встреч И всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин